До начала Сочинской Олимпиады остался 91 день. Сегодня Олимпийский огонь с космодрома Байконур отправился на Международную космическую станцию. А 21 ноября факельная эстафета прибудет в столице Байкальского края. О том, как готовиться к спортивному празднику Читинца, расскажут наши корреспонденты. Весь сегодняшний учебный день в 27-й школе посвящен предстоящей Олимпиаде. Торжественная линейка придает особый настрой. В школе есть кем гордиться. Здесь учатся спортсмены, которые уже достигли значительных результатов. В копилке 11-классника Алексея Жигулова, кандидата в мастера спорта по кикбоксингу, три победы на международных соревнованиях. Я разные пробовал, бальные танцы, 10 лет занимался, но как-то не получилось. Потом вот ушел в 10 лет в кикбоксинг и тут уже получились результаты. В 11-м году у меня были самые мои первые большие соревнования. Это было первенство Европы в Италии. Я занял первое место. Потом в 12-м году у меня было первенство мира. Там тоже занял первое место. И вот в 13-м году было первенство Европы. Тоже занял первое место. Елена Федорова доказала всей школе, что мечты сбываются. Она приняла участие в конкурсе на сайте Кока-Колы и получила право пройти один из этапов эстафеты Олимпийского огня. Это была моя самая яркая мечта с детства, потому что я смотрела Олимпийские игры и смотрела, как бегут другие факелоносцы. И всегда хотела сама поучаствовать. Сегодня в каждом классе главная тема уроков – Олимпиада. Первоклашки уже знают талисманы Сочинской Олимпиады. Сегодня учитель рассказала целую историю про каждого из них и о том, как выглядели талисманы Олимпийских игр в других странах. На летних играх в Германии в 1972 году талисманы стала вот такая собачка Такса. Посмотрите внимательно. Вальди. Именно с неё начинается традиция официальных талисманов Олимпийских игр. Олимпийское настроение всё больше и больше охватывает наш город. К эстафете готовятся и пункты сбора факелоносцев. Одним из них станет Мегаполис Спорт. Ещё три пункта сбора участников эстафеты будут расположены на Высокогорье, Железнодорожном вокзале и в училище Олимпийского резерва. В каждом пункте сбора факелоносцев будет предложен чай, кофе, где факелоносцы приедут, отметятся, получат форму, им выдадут факел и они будут развезены на этапы. В училище Олимпийского резерва Забайкальского окрая, где 21 ноября будут встречать участников эстафеты, вся подготовка студентов направлена на то, чтобы войти в Олимпийскую сборную России. У нас очень много достижений. Последние из них это наши ребята возвратились с первенства мира по стрельбе из лука, где в командном зачёте они стали победителями. Финал Забайкальского этапа эстафеты Сочинской Олимпиады состоится на площади Ленина. Здесь будет установлена городская чаша Олимпийского огня и пройдёт большой праздник для читинцев и гостей столицы Забайкалья. Екатерина Станиславская, Евгений Погорелый. Время новостей.